Фестивальная жизнь динамично развивается в городе. Десять музыкальных групп, десять часов рока, и несмотря на непогоду, очень много людей. Все это фестиваль наш в Нижнем Новгороде. Подготовила фестиваль в столице Приволжения наше радио, пригласив именитых музыкантов, уже не первый год занимающихся творчеством, и начинающих артистов. Кроме музыкальной части было несколько интерактивных зон от спонсоров, которые всячески пытались развлечь и согреть гостей. Хотя настроение у всех и так было отличное. Это великолепный фестиваль, мы пришли послушать той самой легендарной группы под названием «Моми и троллей спринт». В Нижнем Новгороде они бывают так редко, что это замечательный повод, несмотря на погоду, попасть сюда. Хотелось бы, чтобы стало традиционным, естественно, чтобы приезжали к нам новые группы, потому что на концерты не всегда есть возможность ходить, а здесь сразу несколько групп хотят послушать, поучаствовать, потанцевать. Свой, собственно, фестиваль – это здорово, на самом деле. Погода, конечно, не радует, но это никому не помешало прийти сюда сейчас. Также была устроена автограф-сессия одной из групп и пресс-конференция. Несмотря на то, что наше радио устроило первый такой фестиваль, об уровне его организации приглашенные музыканты не сказали ничего плохого, ведь их райдер был практически выполнен, хоть и состоял из причудливых пунктов. У нас написано в бытовом райдере, что нам нужен плакат актера Кокшенова, для мерки, но вот сегодня его, к сожалению, нет. Наверное, нет в Нижнем Новгороде хорошего принтера распечатать. Какие там портреты? Там живого подавай. Мы начинаем наш фестивальный сэп без двух голых женщин, естественно, будем. Традиция такая, они стоят по краям двери в выходной и провожают нас с легкими воздушными поцелуями. Так что да, все сложно очень. Организаторы сегодня молодцы. Были ли на самом деле голые женщины в гримёрке группы Animal Jazz, выяснить не удалось. Но на их выступлении это никак не отразилось. Фанаты были в восторге. И в целом на фестивале была отличная атмосфера. Открыли наш вилл песни панк-рок группы «Князь». Затем выступала группа «Биртман», «Нойз МС» и музыканты из Animal Jazz. А вот в финале вечера пели две группы «Сплин» и «Мумитроль». Все зрители признавали, что это равные знаковые фигуры в мире российской музыки. Но у каждого фестиваля должен быть хедлайнер. Кто же это все-таки? А-а-а, я не знаю, честно говоря. Для меня «Князь». «Сплин». «Блин, конечно». «Мумитроль». Наверное, «Сплин». Сегодня Илюша Лагутенко исключительно «Мумитроль». «Мумитроль». Для меня «Мумитроль» однозначно. Для меня «Мумитроль», для кого-то «Сплин». Для всех по-разному. Фанаты и одной, и другой группы были счастливы услышать и увидеть своих кумиров. Тем более, что исполняли они знаковые всем известные песни. Мы расстались с ним, ломаном, емли между таким городом. Скоро на это было в Парклере. Владимир and Mac. Ухажем, ухажем. Ухажем, ухажем. Организаторы фестиваля сообщают, что площадка собрала примерно 5000 человек.